Пишет нам автор этой книги, что все праотцы Авраам, Ицхак, Яков, они обладали качеством расторопности. Теперь, что это за качество расторопности? Это быстрота. Теперь, каким образом быстрота проявлялась у Авраама? Представьте ситуацию. Авраам, праотец Авраам, он жил в каком-то городе. И тут Бог ему внутри говорит. Иди себе из своей земли, из города твоего, из дома отца твоего. Вообще, для любого человека переехать, это сложно. Это реально очень сложно. Мы с женой переезжали больше 20 раз, с разного, с места на место, больше 20 раз. И, значит, переезд это всегда сложно. Если человек не расторопный, то его не быстрый, не деятельный. То его любое движение, оно будет его тяготить, ему будет все время стресс. И он будет тормозить. Тормозить он будет. Теперь, ну что? Все праведники, они стремились действовать быстро. Откуда у них была эта быстрота? И вот здесь я сегодня думал. У меня была одна такая сложная ситуация в голове, что я думал, как мне правильно поступить в одном месте. И вот небольшая такая штука, но мне казалось, что где-то со мной кто-то там не очень справедливо поступил. Но если я сейчас начну вот этот вот разговор, ну, качели, то это будет конфликт. А вот это будет конфликт. Я могу, например, в этом конфликте конкретно выиграть, но с человеком прервутся отношения, ухудшатся. И я вот все думаю, ну вот на этом уровне, как мне, а если я не, как бы, не, ну, приму вот эту ситуацию, то я вроде пройду против себя. Прямо меня это уже второй день, это меня волнует эта ситуация. И вот здесь я читаю, значит, читаю я здесь сегодня про Авраама и Цхака. Оба по желанию сердца исполняли волю Творца Всевышнего. Про отцы были в весьма на высокой ступени праведности, и они через выполнение воли Творца, они прилепились ко Всевышнему и соединились с Ним великим единением, да, с Богом. И значит, а какая у них была цель? Что они хотели? Они хотели оповестить весь мир о едином Создателе и обратить людей к любви к Нему. Исполняя служение Всевышнему и Его заповеди, про отцы как бы лишались своей телесной оболочки, и разум их стремился к любви к Создателю, Творцу Мира. И потому они исполняли все расторопно. И тебе, значит, следует знать, что качество расторопности есть начало всех достоинств. Вот я сижу и думаю, вот это вот у меня сейчас такая заноза, она маленькая, но она у меня забирает очень мысли, энергию и время, да, какая-то вот эта вот ситуация. Если я останусь на этом уровне и дальше начну эту занозу расковыривать, да, то она у меня заберет еще больше. Теперь, если я поверну как бы ракурс, да, а что для меня важно в жизни вообще? Ну, жизнь проходит, жизнь она же, ну вот день за днем, месяц за месяцем, год за годом, опа, она исчезает. И можно всю свою жизнь потратить на какие-то детальные вот такие вот микроконфликты, а можно посвятить чему-то большему, да, там, любовь ко Всевышнему, выполнение заповедей. И тогда меняется формат, меняется формат, и ты думаешь, так, вот в этой ситуации мне нужно ее пройти максимально гладко, чтобы она не занимала никакого у меня внимания и сил. То есть меняется ракурс. Если ты начинаешь, если твой ракурс, да, главная твоя цель, главная твоя цель, главное твоя намерение, это соединение со Всевышним, да, выполнение его воли, тогда у тебя все твои решения будут, они на другом уровне. И Всевышний даст энергию, потому что, когда ты соединяешься со Всевышним и выполняешь его волю, он дает тебе силу. Дальше, а чем заниматься тогда? Как соединиться со Всевышним? Значит, здесь у нас есть три главных направления, которые вот через них мы соединяемся со Всевышним. Первое – учеба, учеба Торы. Второе – это молитва. И третье – это что? Это действия, добрые дела. То есть вот эти вот три направления, только через них и можно соединиться с Богом. Все остальное это ты можешь делать для себя, казалось бы, для себя, да, для какой-то части себя. Но с Богом можно соединиться только через три направления. Учеба Торы – постижение мудрости Всевышнего. Молитва – это благодарная Всевышневую просьба у Всевышнего. И добрые дела, когда ты делаешь добро для других людей, ты проводник воли Всевышнего. Вот, вот этот вот Максим задал отличный вопрос. И у меня, я как раз после субботы, я вчера был на свадьбе. Вчера или позавчера? Позавчера. Позавчера был на свадьбе. Там была как раз дочка Равыцкая Казильбера, Рабанитхава Куперман. И я договорился с Мацей Шаббат, после Шаббата к ней заехать. И я вот, я хочу задать, вот, как раз Максим прям вообще, просто голос Всевышнего. Вот, я подумал, вот, что я хочу спросить. Я хочу, есть сейчас несколько разных таких вопросов, как строить жизнь. Которые я у нее хочу спросить, вот, как в этих ситуациях, как, она же дочка была, она с ним всю жизнь прожила. Как бы он поступал в этих ситуациях, какие у него были в этих ситуациях правила, обычаи, принципы, вот, я хочу у нее узнать. И это мне поможет выстроить как-то свой, свой какой-то путь. Хорошо. Значит, давайте еще раз. Есть три направления, в которых нужно проявлять расторопность. Это то, что Бог сказал делать. Когда ты делаешь то, что Бог сказал делать, Он тебе дает силу. И тогда все твои бытовые вопросы будут решаться, ну, быстро, легко и так, как хорошо для тебя. Значит, дальше он говорит, нельзя делать перекос. Пусть не скажет человек уже вечер, если я сейчас начну учиться, так я, значит, не помолюсь хорошо. Написано в притчах царя Соломона, кто не слушает Тору, молитва его отвратительна. Представляете? Это очень интересная вещь. Написано, что Тот, кто убирает свое ухо от того, чтобы слушать, изучать Тору, его молитва тоже для Бога Таева, это мерзость. Как это работает? Вот представьте ситуацию. Подходит, например, к... Я подхожу, к кому я подхожу, например. К Миле Лурие. Говорю, Мила, помоги мне, пожалуйста, там, мне нужно, в общем, помоги мне в какой-то сфере. Мила говорит, Ицхак, давай я тебе расскажу вначале, в чем твоя ошибка и как тебе правильно надо в этой сфере действовать. Я говорю, Мила, послушай, мне твои размышления вообще не важны и знания твои не важны. Мне нужно, чтобы ты мне помогла. Сделала за меня или для меня. Получается, что... Ну, это же... Я буду свои уроки, свои вопросы задавать. Простите меня поделиться, что мне посоветует Халла Кумерман. Я же свои вопросы задавать буду. Ну, если что-то будет общее, то поговорим на эту тему. Хорошо, значит, еще раз. Если я скажу Миле Лурие, что я помощь ее хочу, а совет ее не хочу, то Мила скажет, послушай, это как-то ты ко мне без уважения относишься и несправедливо. Поэтому, скажет мне Миле Лурие, раз ты не хочешь изучать то, что я тебе советую, значит, сори, помогать тебе не буду. Это примерно то же самое, когда мы к Богу обращаемся с просьбой и говорим ему, Всевышний, пожалуйста, дай мне, дай мне, дай мне. Бог говорит, так вот же в Торе все написано, как надо поступать. Не-не, то, что написано, как надо поступать, это мне неинтересно. Ты мне помоги, ты сделай для меня, дай мне. Бог говорит, нет, вначале нужно правильно поступать, потому что если ты неправильно поступаешь, то придется все мироздание менять, чтобы тебе помочь. Не, слушать я не буду. Это вот то, что здесь сказал нам царь Самон, что тот, кто не хочет изучать Тору, его молитва тоже для Бога мерзость. Дальше здесь интересная такая мысль есть. Качество расторопности украшает все достоинства, оно же все достоинства улучшает. То есть вот эта вот энергия и быстрота, она усиливает, усиливает, значит, все хорошее. Поэтому ее нужно начать тренировать именно на чем-то хорошем, на молитве, на Торе. Вот у меня сейчас был такой момент, почему я опоздал на 2-3 минуты. Значит, вот я подготовился к сегодняшнему уроку. Вот чуть-чуть еще здесь есть, то, что я сегодня, ну, подчеркиваю. Поэтому у меня остается 4 минуты. 4 минуты, ну, сейчас пока включу, пока выключу, пока то, пока сё, потом думаю, нет. Я же еще успею там в другой книжке одну главу прочитать. Я, значит, проявляю расторопность, читаю в другой книжке, оп, опаздываю на 2-3 минуты. Но зато успел больше поучиться, больше понять, больше осознать. Нашел там очень классный тоже для себя совет. То есть везде с помощью расторопности ты умножаешь, можно x10 умножить количество полезных, добрых дел в своей жизни. Учебы, молитвы, спорта. Я считаю, спорт это тоже невероятно полезная штука, которая нужна каждому человеку, чтобы быть еще более энергичным. То есть человек говорит, у меня нету сил. Нету у тебя сил, потому что ты не тренируешься. Теперь прояви 5 минут свою расторопность по делу упражнения, и ты перезарядишь свое тело через месяц ежедневных занятий. У тебя будет силы в 2 раза больше. Дальше говорит автор этой книги, значит, вот, например, где еще обычно люди ленятся, где нужно применять расторопность. Пойти что-то посмотреть в какой-то книге. Раньше же не было телефонов, нужно было за каждой книгой встать, пройти, взять, положить на место. Кто-то у тебя что-то просит. Бедный пришел тебя просить хлеба, не говори. Ой, я не могу пойти, нету у меня сил. Пойди, принеси хлеб. Дальше здесь идет целый раздел по вопросам дидиены. Потому что сейчас мы живем, мы не радуемся, что есть там в квартире, например, туалет, ванна, душ, там вся вода, холодная, горячая. Раньше это было просто, даже в солнечной Ницце, раньше был туалет, значит, на пляже. Или не на пляже, но там лет еще 300 назад во Франции вообще не было же водопровода, света не было, ничего не было, даже 100 лет назад. Поэтому здесь целая страница о том, что как пойти, вымыть руки, помыться там и так далее. И вопросы туалета. Он говорит такую вещь. Необходима особая расторопность, чтобы не сдерживать себя по надобности даже на минуту, чтобы не приступить за пляже Торы, не делать себя отвратительными. То есть, когда человеку, у него есть потребность идти в туалет, то по Торе нельзя сдерживаться. Нельзя сдерживаться, нужно обязательно идти в туалет. Почему? Потому что, значит, тот, кто сдерживается, наводит на себя серьезные болезни. Тысячу лет назад написано по Торе, конкретно это очень важная вещь. Значит, и после того, как ты сходишь в туалет. Раньше в туалет нужно было идти куда-то на двор, какие-то ямы, там все такое, был говняк. Потом нужно помыться, найти где помыться. Потом нужно там, где ты ходил в туалет и мылся, ты не можешь сказать благословение, нужно отойти и сказать благословение. То есть, целая была история. И, наверное, поэтому была продолжительность жизни в два раза ниже, чем сейчас, что большинство людей ленились это делать, руки не мыли и болели разными инфекционными заболеваниями и умирали. Дальше. И также нужна расторопность, чтобы встать рано утром, прогнать солнце своих вес и отправиться учить Тору. И вот здесь самое сегодня важное, значит, важнейшая такая вещь. Значит, нужно расторопно удалиться от своих дурных мыслей, от зависти, ненависти и от мыслей о женщинах и склонить свои мысли по воле Всевышнего. Все это требует наивысшей расторопности. Если же настигнет сожаление о смерти друга или о потере имущества или о страдании, нужно себя пересилить быстро, изгнать горе из своего сердца, чтобы сердце было чистым и направить свои мысли к любви ко Всевышнему. Следует уяснять себе, что суд и приговор Всевышнего справедливы, принять с любовью, стремиться к учению, молитве и добрым делам и обратить свои намерения во имя Всевышнего. Вот здесь я хотел бы остановиться подробно. Вот человек, например, плохо себя чувствует. Начинает думать на эту тему. Теперь начинает он думать на эту тему. О, я плохо себя чувствую, у меня то болит, это болит. И вот, и он, значит, мысли его пошли в эту сторону. Потом он говорит, вот война там, война здесь. И, значит, он еще себя грузанул. Потом он еще посмотрел, там открывает Фейсбук. Кто-то из его знакомых погиб, кто-то, там, не дай бог, из родственников заболел. Он в депрессию. Теперь говорит нам автор этой книги. И что ты получил с этого? Что ты с этого получил? Чем больше ты погружаешься вот в эти вот негативные мысли, тем тебе хуже. Теперь мышление это же автомат, как привычка. И ты можешь, если ты привыкаешь, думать негативные мысли. А энергия это проявление, проявление эмоций, это проявление, это энергетическое проявление мыслей. И вот человек, который думает грустные мысли, он вырабатывает внутри негативные эмоции. Эти негативные эмоции пропитывают его тело. И у него, значит, как говорил нам царь Сламун, что если у него дух сломается, так кто его понесет? То есть, если у человека дух сломался, то все, у него тело рассыпается. Говорит нам автор этой книги, расторопно перенеси свои мысли на что-то хорошее. Да, Всевышний в этом мире, он так устроил мир, что человек живет в лучшем случае там 80 лет. И в лучшем случае 80 лет он живет здоровым. Во многих случаях он живет меньше. Бывают в жизни огорчения, как говорится, это так устроен мир. Когда человек направляет свое внимание на негативные вещи и в них варится, то негатив пропитывает его жизнь и ломает ее. Теперь, если человек обнаружил себя, что он в эмоциональной яме, что он все время варится мыслью в негативе, то он должен расторопно перевести себя на что-то позитивное. На благодарность. У самого человека, у него что-то болит. Но у него же болит, я помню, к маме пришел, вот у меня болят ноги. Я говорю, ну руки же не болят-то. Ну, что ты на ногах сосредоточилась? Сосредоточься на руках. Как классно, что руки не болят. Слава Богу, и руки не болят. Начни руками шевелить, начни руками разминать ноги. И вместо того, чтобы думать, что у меня ноги болят, поставь себе цель. Хочу, чтобы ноги не болели. Я сейчас, давай, что мне сделать? Хочу, посмотрю пару видео, как мне сделать, чтобы ноги не болели. Что советуют одни врачи, что другие? Попробую, что эти советуют. Попробую, что эти советуют. Опять же, внимание, если уже ничего не помогает, то все, что про это думать? Уже не помогает. Буду думать про руки. Руки-то работают, слава Богу. Может, руки накачать, чтобы были большие, мощные руки. И, значит, руками буду что-то хорошее делать. То есть, то, что нам говорит автор этой книги, что очень важно принять волю Всевышнего. И вот без этого принятия воли Всевышнего тяжело смириться с какими-то негативными вещами. Но если ты говоришь, стоп, не я же управляю миром. Бог управляет миром. Бог каким-то образом без меня, без моих советов миром управлял до сегодня? Управлял. И две мировые войны недавно было? Было. А в мире сколько сейчас населения? Восемь с половиной миллиардов. А до двух мировых войн сколько было населения? Четыре миллиарда. В два раза увеличилось население мира. И каким-то образом Бог разобрался. Айфоны появились? Появились. Значит, там что появилось еще? Интернет появился. Там какие-то вакцины появились. То есть, только в мире хорошего, позитивного, прекрасного, что все свое внимание... Еще раз я повторю. Я всех очень люблю, кроме журналистов. Самые большие враги, я считаю, мира, это журналисты, которые через СМИ, они именно зацикливают внимание людей на негативе. Люди погружаются в негатив, начинают внутри проецировать негатив. А каждый же человек, он соединен с Богом. И получается, что люди, которые боятся и волнуются, они, значит, они как бы производят негативную энергию, и они же делают несчастными себя и других людей. А журналисты, которые показывают вот этот вот негативный взгляд на мир, абсолютно устие, абсолютно какой-то вообще журналисты, ну вот очень, чаще всего очень плохие люди. Знаете, их еще, Ильф и Петров называли шакалы ротационных машин. Эти акробаты фарца, шакалы ротационных машин вруны, и они искажают, искажают реальность до невозможности, да, вот эти вот все. А цель у них одна, знаете, какая цель у журналистов? Цель у журналистов одна, заработать денег. А так как деньги платят за то, что читают, то они вот смотрят и, значит, смотрят и пишут то, что люди будут читать, а люди пугливые, и они сидят, вау, чем их сильнее испугаешь, тем они больше будут читать. И в итоге получается, значит, такая цепная реакция. Журналисты пугают, люди пугаются, пуганные люди, они пугают других. И вот так вот в мире, ну, в мире все великолепно, на самом-то деле все равно, слава богу, людей глупых, которые вообще ничего не читают, больше, чем которые читают. То есть, вы знаете, есть много людей, которые вообще ничего не читают. В Африке полтора миллиарда живут людей, вообще ничего не читают. И нормально, живут, радуются. Еды нет, воды нету, денег нету, они живут счастливо и радуются. Все, всем удачи, успехов. Значит, есть три вещи, которыми стоит заниматься. Это Тора, молитва и добрые дела. Тот, кто этим занимается и умеет управлять своим мышлением, он быстро переводит мышление с негатива, как сказал царь Давид. Он сказал, сур мира, отодвинься от зла и делай добро. Все. Убери свое внимание от зла и направь его на добро. Убери внимание с тех проблем, на которые ты не влияешь, и направь свою жизнь на то, что ты влияешь. Болят ноги? Значит, поставь цель, чтобы ноги не болели. Значит, и думай о руках. Благодари Всевышнего, радуйся, что руки не болят. И занимайся ногами. Все. Вот это то, что вы можете сделать. Да, и как говорил профессор Преображенский, не читайте советские газеты. Не читайте. Все. Всем удачи, успехов. До завтра. Встречаемся с Божьей помощью завтра. Расторопно. Сегодня можно успеть. Давайте сегодня успеем сделать в два раза больше хороших дел за счет расторопности. И с Божьей помощью наступит мир. Если будет мир внутри, мир будет в семье, и тогда будет мир вокруг. Просто за счет молитвы. Просто скажите Всевышнему. Всевышний, ну хватит уже. И он, вот нужно выключить в мире 3-5 человек и 100 журналистов. И в мире будет мир. Всего лишь 3-5 человек правителей, злобных маньяков в мире. Причем ни в одной стране. Я думаю, что сейчас так совпало, что во всех странах мира правители злобные маньяки. Да, почему-то так совпало. Журналисты где-то. Ну, может не 100, там, тысячи журналистов отключат Всевышний и все. И опять будет все нормально. Потому что нормальные люди, они все добрые. Все хотят воспитывать детей, развлекаться, работать, создавать что-то полезное. Никто не хочет воевать. Никто в мире. Нормальные люди воевать не хотят. Это факт. Добрые люди не хотят воевать. А злые люди, они почему злые? Их обижали очень сильно. То есть, вот тут такая интересная вещь, что человек злой, он же в чем проблема-то? Значит, не будет информационного голода. Аслон Александр. Книжки есть, слава богу. Есть книжки. Есть мудрость. Есть наука. Есть очень много хороших, добрых вещей, о которых можно размышлять, думать и изучать. Плохие, злые люди, вот интересно, они потом создают много зла. И это вот так оно работает. Так работает. И вот сейчас захватили власть несколько прям реально злых, плохих людей, которые другим людям тоже хотят принести зло. И мы сейчас оказались в состоянии какой-то войны, какой-то там конфликтности. Но это не нужно. До 2014 года не было ни войны, ни конфликтности. И было все хорошо. Было все хорошо, все спокойно. И можно жить без войны, без конфликтности. И хорошим, нормальным, добрым людям все было нормально. А какие-то появляются сумасшедшие. Они говорят, нет, мы не хотим жить без конфликтности. Мы хотим конфликтов. Мы хотим... И начинаются конфликты, и все начинают, начинают потом все это раскручивается, раскручивается, раскручивается. В итоге, оп, доходит до кипения, и Всевышний гасит это кипение, и опять спокойно. Поэтому норма для мира это спокойно, но сейчас мир болеет, потому что на сегодня миром рулят люди агрессивные, злые, и которые не стремятся к миру, к сожалению. Это очень плохо. Все, это неплохо, это все хорошо в мире. Мир принадлежит Всевышнему, а Всевышний знает, что делает, поэтому все хорошо. Всем удачи, успехов, до завтра.